В прошлом году в Латвии было зарегистрировано 18 899 дорожно-транспортных происшествий, что на 260 меньше, чем годом ранее. Однако при этом число погибших выросло и составило 142 человека. Серьезно пострадали в авариях 382 человека, что на 47 меньше, чем годом ранее. Эксперт по безопасности дорожного движения Паул Стимрос сетует, что в Латвии так и не заработала система анализа крупных ДТП. А закупленные для госполиции дроны и оборудование для фиксации координат аварий почти не используются. Надо уже начать исследовать данные по тяжелым дорожно-транспортным происшествиям. Например, финны провели исследование и выяснили, что каждый пятый, кто погиб в ДТП, умер до аварии от старости, болезни или чего-то еще. А мы все пишем скорость. Также эксперты обратили внимание на то, что в прошлом году было очень много тяжелых аварий именно с грузовым транспортом. Мы видим, что довольно много очень серьезных аварий и с грузовым транспортом. Может быть, там есть какая-то экономия на качестве покрышек, может быть, там есть какая-то экономия на качестве подготовки автоводителей, как таких шоферов. То есть там очень-очень много всяких нюансов, несмотря на то, что, как мы уже за кадром говорили, что техника улучшается, пассивная, активная безопасность автомобилей тоже улучшается. Но несмотря на то, все-таки статистика очень-очень-очень печальная. Паул Стимрос считает, что не хватает контроля за движением междугородних автобусов. Летают по шоссе сотню километров в час, и никто их не собирается контролировать. У них есть тахографы внутри, на них все видно, с какой скоростью он едет. Но нет службы, которая хотела бы поинтересоваться этим. Ну и традиционно проблема Латвии – это высокая скорость при отсутствии должного контроля. Полицейских мало, а радаров средней скорости на дорогах не хватает. Очень куда-то мы все спешим. Вот особенно в последнее время, как-то даже вот по нашим дорогам, особенно по шоссе, если ехать, то вот эти обгоны, все, которые происходят где-то в неразрешенных местах, горизонтальная маркировка не берется в учет, скоростной режим не берется в учет. И ты даже просто задаешь себе вопрос, почему, да? Для сравнения, на дорогах Эстонии в прошлом году погибло 55 человек. При этом местный госконтроль жестко критикует эстонскую программу безопасности дорожного движения, утверждая, что она раздута и неэффективна. Эстонцев не устраивает 50 смертей на дорогах в год, и они хотят снизить этот показатель еще в три раза. Данил Смирнов, Сергей Сергеев, Русал Сэм. Субтитры создавал DimaTorzok